Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях председатель комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа Ирина Ватрунина. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна. Здравствуйте, Маша. Очень рада вас видеть в нашей студии. Начинается новый учебный год. Это значит, что полную силу начинают работать учреждения культуры. Как будет построена работа, как пройдет и планируется провести День открытых дверей. И вот обо всех активностях, которые в самое ближайшее время ждут наших жителей, хотелось бы сегодня поговорить. 29 августа мы ждем жителей нашего округа и гостей на Дне открытых дверей во все культурно-досуговые учреждения и библиотеки нашего округа. Свои двери откроют и распахнутся тем, чтобы продемонстрировать весь спектр услуг, которые предоставляются в том или ином Доме культуры. Библиотеки помимо досуговых форм раскроют и покажут свои фонды. Немножко поподробнее расскажут о том, что хранится в библиотеке, чем живет и дышит библиотека. День будет очень насыщенный. 29 августа это День открытых дверей во всей Московской области всех культурно-досуговых учреждений. Будет он длиться в течение 5-6 часов, начнется с 12 часов. И наши Дома культуры построили этот день таким образом, чтобы в какое бы время вы не зашли в Дом культуры, не переступили порог, вам будет предложена интересная познавательная программа, но и самое главное, наши посетители познакомятся с этими услугами, которые предлагают наши Дома культуры. А услуги они предлагают очень интересные, очень разнообразные. И помимо традиционных направлений организации досуга, мы, конечно, в этом году предложим что-то новое и в части технических видов творчества. Определенные требования нам диктует национальный проект культура, и мы очень рады, потому что этот национальный проект культуры заставляет нас идти более в ногу со временем, чем мы шли раньше. И даже мы стараемся немножко опережать. Очень важно получить обратную связь от посетителей наших Домов культуры, понять, что именно востребовано, какие именно направления интересны по разным возрастным группам жителей нашего округа. Кстати, вот сейчас идет опрос на эту тему. Каждый может высказать свое мнение и, так скажем, внести в банк идей свою лепту. Совершенно верно. Мы организовали такой социологический опрос на всех сайтах наших учреждений, во всех соцсетях всех учреждений культуры округа и на сайте комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа. Можно пройти анкету, заполнить анкету, выразить свое мнение по деятельности того или иного направления в Доме культуры, в библиотеке, в музее и дать предложение по тем направлениям, по которым хотелось бы заниматься или которые хотелось бы видеть и присутствовать в Доме культуры. А есть уже какие-то промежуточные итоги или, может быть, уже предложены какие-то направления, которые, в общем, заслуживают внимания? Очень востребована экскурсионная программа, причем посетители Домов культуры делают акцент на том, что интересно было бы пройти экскурсию по тому поселению, где они живут и находятся. Есть потребность в более широком освещении исторического культурного наследия округа, именно в тех поселениях, в селах и в городских поселениях, где проживают наши жители. Большим спросом пользуются технические виды творчества, которые, конечно, нам предстоит внедрять. Они требуют более технологического подхода и оборудования соответствующие необходимы, и, конечно, затраты это несет определенные. В этом году мы расширяем спектр платных услуг в наших Домах культуры. Так что я думаю, что можно будет очень много интересного 29 числа увидеть. Я призываю наших жителей, конечно же, участвовать в анкетировании. Можно заполнить не только в электронном виде на сайтах или в соцсетях. В каждом Доме культуры будет и распечатанная анкета, поэтому, пожалуйста, заполняйте. Мы готовы к приему отклика на нашу деятельность и открыты для новых предложений и внедрения новых видов творчества. Все-таки весенняя ситуация с пандемией, она как-то отразится на работе учреждений культуры в новом сезоне? Конечно, мы стараемся, несмотря на сложившуюся обстановку, создать комфортные условия для наших посетителей. Есть определенные ограничения по работе в группах. Мы, конечно же, избегаем массовых мероприятий. Во время концертных программ заполняемость наших залов не может превышать 50%. Занятия в группах будут проходить, естественно, в малых группах 12-15 человек. Определенные ограничения накладываются. В каждом Доме культуры есть утвержденные директором правила посещения Дома культуры. Это касается и масочного режима. Посетитель может прочитать и увидеть, как должен вести себя педагог в условиях пандемии. С тем, чтобы, естественно, уменьшить риск заболевания. Но я думаю, что на комфорте и на качестве услуг, которые предоставляют наши Дома культуры, никоим образом это не скажется. Ирина Евгеньевна, буквально с понедельника стартовал еще один новый проект волонтера культуры, школа волонтера культуры. Расскажите, пожалуйста, о нем. Сейчас ребята творят, учатся и в пятницу, уже в ближайшую пятницу мы увидим результат их работы. Что это за проект? Это совместный проект с фондом поддержки культуры и искусства. В Московской области фонд выбрал несколько площадок экспериментальных. Ну, естественно, мы всегда стремимся быть впереди. И одна из площадок выбрана у нас в Одинцовском городском округе. Это Одинцовский историко-краеведческий музей. И ребята, и взрослые в течение недели проходят определенную школу волонтера. Итогом, который будет выпуск нескольких проектов, которые, мы надеемся, будут успешно реализованы в деятельности нашего Одинцовского историко-краеведческого музея. Образ будущего – тема урока в Одинцовском историко-краеведческом музее. Первая школа волонтера культуры открыла свои двери для жителей города. Здесь конкретно мы изучаем музейное дело, из чего, как устроен музей, что делает музей. Мы узнаем все такие подводные камни работы музея. И ребята знакомятся не просто получают теорию, они получают реальную практику. Потому что в конце нашего проекта, в пятницу, они уже будут защищать настоящие музейные проекты. Разные поколения объединила цель постичь тонкости организаторского искусства. Виталий Шепелев уже спланировал будущий проект. Говорит, квесты сейчас в моде. Я считаю, что для меня это будет неоценимый опыт, который я в будущем смогу передать другому поколению. И, в общем, это повышение классификации. И также это чудесное проведение времени. Журналист, фото- и видеорепортер, менеджер проекта, координатор. Пять дней на то, чтобы попробовать себя в разных профессиях. Сегодня у нас собрались ребята, которые разделились на три команды. И в течение пяти дней мы разрабатываем три культурных проекта, которые войдут в программу и музея, и в том числе, может быть, и города. Потому что вчера у нас много было обсуждений городских еще форматов. Соответственно, у нас первый час ребята получают теорию, что такое проект, как его делать, как работать в команде. И потом два часа работают непосредственно над своим проектом. Сообщество волонтера культуры возникло лишь год назад, но развивается стремительно. Интерес к культурным мероприятиям все больше растет. Насколько интересно ребятам, есть ли уже первые результаты, что говорят педагоги? Результаты, конечно же, есть. Есть очень интересные предложения по созданию новых опций экскурсионных и квестовых для посетителей музея. Потому что наши волонтеры формируют именно то пространство, хотят быть в том культурном пространстве, находиться, которое бы хотели бы транслировать и для своих друзей, знакомых, для своей семьи, чтобы всем было в нем интересно. И, конечно, это и для нас бесценный опыт, потому что музей все-таки воспринимается как некая такая уже абсолютно сложившаяся такая структура, классическое восприятие музея. Это достаточно консервативное. Это определенные фонды, определенное выставочное пространство. И, конечно, нам хочется, чтобы и наш музей Одинцовский историко-краевический был интересен для посетителей, был новатором в каких-то направлениях. И мы прикладываем к этому огромные усилия и с большим успехом. Перед началом нового учебного года в музыкальных школах, в школах искусств округа начинается прослушивание, начинается прием. Ребята, как все проходит? Как в этом году, опять же, в связи с пандемией организована эта работа? Все происходит в классической форме. С 20 августа мы объявили дополнительный набор. Наши школы искусств и музыкальные школы. Запись можно осуществить через портал Госуслуг. И те, кто уже являются нашими слушателями, которые уже учатся в школах искусств и музыкальных школах, обязательно должны пройти процедуру перезаписи для продолжения обучения. Таков порядок на уровне всей Российской Федерации. В этом году мы открыли два новых отделения. Очень этим гордимся. В старом городке новое отделение Новогородковской школы искусств Лира. Очень светлые, чистые, красивые помещения. Пусть помещение не очень большое, но очень светлое, очень красивое, очень приятное и удобное для учебы и для работы, естественно, преподавателей. Ну и следует отметить, что уровень преподавателей в школах искусств нашего округа, конечно, он беспримерно высок. И я думаю, что ребятам и взрослым в старом городке очень повезло, что там открылось это отделение. Еще одно отделение хореографическое. Мы открываем на базе Успенского дома культуры. Хореографическое отделение Большевиземской школы искусств будет открыто на базе Успенского сельского дома культуры. Так что тоже милость просим. Как жители отнеслись к этой идее? Знают ли об этом родители? Активно ли записываются уже на отделение? Запись идет очень активно. Родители очень довольны и рады. Это не просто кружево. Конечно, не стоит умалять достоинств руководителей в домах культуры наших, руководителей наших хореографических коллективов. Но мы понимаем, что школа искусств – это определенный все-таки академический уровень, который позволяет ребенку получить определенный навык именно под наставничеством профессионального педагога и получить документ по выходе из школы искусств, чтобы двигаться дальше, может быть, по профессиональной линии хореографической. Помимо Дня открытых дверей 29 августа состоится еще и «Ночь кино». Как это будет проходить на территории округа? Где будут организованы локации по просмотру фильмов и каких? Поскольку у нас все-таки есть ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому, прежде всего, для наших жителей открыты парки. Это Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Наша любимая Лазутинка – это парк Захарова. В Центре культуры и творчества Кубинка также состоятся кинопоказы. По результатам общественного опроса в этом году победили три фильма. Это Иван Царевич и Селры, Волка, четвертая часть, «Лед-2» и «Холоп». Прикосный вывод. Да, нам тоже нравится. Ирина Евгеньевна, ну и по традиции в завершении нашей программы пожелания, конечно же, всем воспитанникам Домов культуры, которые с 1 сентября придут в ваше учреждение. Дорогие наши посетители, мы призываем вас делиться своим творчеством, делиться своим хорошим настроением, впитывать те знания и умения, которые несут специалисты в наших Домах культуры, в школах искусств, в музеях, в парках. Наслаждайтесь творчеством, будьте просвещенными, будьте культурно подкованными. И милости просим в наши учреждения культуры. А я хочу напомнить, что 29 августа с 12 часов дня во всех Домах культуры и библиотеках округа стартует день открытых дверей. Присоединяйтесь и оставайтесь на нашем канале. До свидания.